Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья, с вами Чинесский, и, казалось бы, День Святого Валентина прошел уже, ну, почти неделю назад, правильно? А вот, нет, в пицце он только-только начался. Обновление в честь 14 февраля, друзья, будем сегодня смотреть, ценить, что вообще, как к чему, а... О, кстати говоря, новая какая-то штука, ха-ха, окей. А-а-а, что вообще добавили? Так, блин, у нас прям, правда, с вами всё какое-то, слушайте, слишком хэллоуинско, давайте-ка мы с вами... Блин, э-э-э, погодите, 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 дайте мне возможность что-нибудь поменять. Э-э-э, какое-то у нас слишком хэллоуинское всё, поэтому давайте я сейчас быстренько поменяю на что-то более миленькое. У, коробка для влюблённых сразу же берём, угу, так, радужная коробка, это всё нам не нужно. Сейчас, на принципе, коробка для влюблённых, я думаю, это то, что как раз-таки и подходит. По-о-о, коврам, по-пли... О, розовое дерево, походу, делает как раз-таки, вот, я не помню, чтобы оно у нас было раньше, поэтому, видимо, это в честь дня влюблённых. Стены в серую полоску, в розовую, пр-пр-пр-пр-пр-пр-пр-пр, наполовину кирпично, элегантно. Кстати, не помню, была ли она раньше, э-э, не припоминают. Ну, в розовую полоску выглядят довольно-таки по-валентиновски, да, поэтому давайте купим за... за золотые монеты, только у меня что-то игра зависла, если честно. Э-э, найс, найс, ладно, секунду. Так вот, зашёл я заново, э-э, давайте посмотрим ещё. Стены, 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 э-э, розовую полоску я всё-таки хочу попробовать купить, найс, покупаем. Постеры. Есть ли у нас какой-нибудь новый постер в честь дня святого Валентина? Постер я выбираю у тебя. Блин, по-моему, он когда-то уже давно был, если честно. Чё-то, чё-то мне прям в голову он как-то вбился, но сейчас я его не вижу, поэтому хорошо, что он у нас появился снова. Венок сердца берём, конечно же. Ммм, свежие полевые цветы у меня уже не хватит золотых монет, если честно, поэтому пока трогать их не будем. Цвету... ух, нифига, тут всё дорого-то, вывеска плавящегося сердца, цветущая вывеска. Ну, здесь всё, ребят, довольно-таки за голду нормально так стоит, если честно. Розовая гирлянда 200. Да, ну ладно, я всё равно думаю, что у нас теперь уже всё более такое, знаете, романтическое. Будут приходиться, надеюсь, парочки, надеюсь, будут новые какие-нибудь задания. Может быть, даже новая начинка. Конечно, вряд ли, но надежда умирает последней, друзья. Ты... стоп, а столы почему... стоп, стоп, а почему у меня не поменялось? О май гад, ну чего, я же выбирал розовые и синие, коробка для влюблённых, у меня даже не сохранилось то, что я покупал, кстати, по ходу дела. Розовое дерево вот тоже покупал, всё, вроде бы всё, ну-ка. Блин, я так понимаю, что игра зависает из-за того, что, типа, я именно во время игры покупаю это всё. Ну ладно, давайте сейчас попробую ещё раз. Ах, миллион лет спустя, ребят, но всё-таки получилось. Давайте сразу задание примем. На Цаврум у нас три с базиликом, не проблема. По достижениям у нас, кстати, с вами счастливые покупатели и стабильность тоже есть. Ну что ж, так, ещё раз, три с базиликом и классическая пепперони. Окей, окей, три с базиликом и классическая пепперони. Блин, на самом деле я уже очень плохо помню, что здесь надо делать. Очень давно я не играл в эту игру, ну из-за того, что вот не было особо обновлений. Оооо, да ладно, блин, это топово, это очень топово, не ожидал, если честно. Круто, круто, очень классно сделали. Неожиданно, честное слово, неожиданно. Ну вы поняли, да, как они пепперошки порезали. Я знаю, что в настоящих пиццериях пиццу делали на День Святого Валентина в форме сердечек. Но вот именно, чтобы пепперони резали в форме сердечек, это что-то новенькое. Опа, пицца. Для пицца. Отлично, я Флора, я определённо вернусь сюда за ещё одно классическое пепперони. О, это, кстати... Подвисает игра. Это, кстати, видимо, кто-то новенький. Я, Кевин, хочу попросить тебя об одолжении. Но я никак не могу заставить себя начать разговор. Она... Так, погодите, там он что-то сказал, я не успел прочитать. Она сказала мне, что здесь её любимое место для обеда, так что я подумал, я мог бы попросить тебя помочь мне узнать её лучше. Спасибо. Я рассчитываю на тебя, что ты будешь моим вторым пилотом. Я знакомлю тебя с нашим планом завтра. Доступно новое приложение, проверьте его. Истории. Ооо, это класс. Это класс, ребят, новое обновление, которое... Заверши историю, заверши событие, получи награду. Помоги Кевину с его планами удивить его возлюблену. Кайф, кайф. То есть у него есть какая-то возлюбленная, которую нам надо будет попытаться её удивить. Понял. Тут подают пиццу с креветками. Поверю только, когда сам увижу. Не вопрос. С креветками сделаю тебе на изичах. Но то, что сделали истории, это реально классно. И плюс мы завтрашнее обновление, ну, за эту серию тоже успеем... Ну, то есть, как он придёт завтра, мы тоже успеем посмотреть. Потому что я по два дня за видос прохожу. Так, давайте базилик сюда. Креветки сюда. Да что ж такое-то. Креветки сюда, я сказал. Найс. Так, это порезали, отдаём вот сюда. Блин, видите, я немножко медленнее, чем раньше работаю. Ну, потому что действительно очень давно в эту игру не играл. И вот сюда. Главное, чтобы не в мусорку выкинуть. Готово. Креветочки есть. И отдаём. В общем-то, всё просто. Держи. Блин, надеюсь, что ещё какие-нибудь истории будут прикольные, чтобы мы могли... Блин, вообще довольно романтично всё выглядит. Разве что вот эти скелеты, это немного не то. Но я их уже к следующему дню поменяю. Пиццу с салатом Цезарь из курицы. Тёмная корка. Без соуса сыр, курятина, анчоусы, базилик. Сыр, курятина, анчоусы, базилик. Хорошо. Хорошо сыр, курятина, анчоусы, базилик. И хорошо запечён он попросил. Ну, да, хорошо. Я просто не помнил, как она делается в целом. Но, в общем-то, ясно. Бесплатно я не хочу за рекламу ускорять её. Может быть, потом с вами ускорим за деньги, если, наверное, будет такая возможность. Так, мы с вами всё ещё в минусе, ребят. Но, на самом деле, мы быстро отобьёмся, когда придут за доставкой. Потому что у нас с вами минус из-за того, что мы на доставку очень много денег вложили. Десять из десяти супер-супер-супер-супер. Есть миллион способов приготовить их. Так, это со сковородками, я так понимаю. Ой, со сковородками, с креветками. Да, с креветками. На всякий случай переспрашиваю, потому что, правда, уже многое не помню. И лучше уж переспросить, чем потом получить возврат. Кревитосы. Блин, пицца с креветками, на самом деле, она не такая уж вкусная. Я вот тоже периодически заказываю морскую пиццу. И я могу сказать, что в пиццу идут довольно дешёвые креветки, которые... Ну, короче, не самые они прикольные. Вот, дорогие креветки, они, конечно, вкусные, но зато они очень дорогие. Поэтому в пиццу их, конечно, не кладут. Так, найс. Держите. Пожалуйста. Три пиццы. Супер. Так, и теперь мы можем с вами вонючего пита. Блин, а я не помню, как делается вонючий пит, если честно. Вонючий пит. Анчоус, любители... Вот, вонючий пит. Это лук плюс анчоусы. Окей, давайте тогда примем тоже заказ. Вонючий пит это лук анчоусы. Видеть курицу и то, что курица ест. Хорошо. Значит, вонючий пит и кукуруза курица. Есть. Есть лук, анчоусы, курица, кукуруза. Все готово. Просто максимально быстро мы с вами все сделали. И плюс мы теперь уже в плюсе. То есть 35 баксов у нас с вами тоже имеется. Сначала делаем вонючего пита. Отдаем его на подогрев. И потом берем с вами вот эту пиццу и отдаем... А, кстати, я забыл ему сделать... Блин, предыдущий клиент я забыл два раза положить в печку. Что-то у меня из головы выпало. Только сейчас вспомнил. Я очень хотел увидеть подполье пиццы, но слышал, что они распались. Печально. Все же, могу я получить грибную пиццу, пожалуйста? Это еще из предыдущего обновления пицца-полуза. Точнее, предпредыдущего даже. Пицца-полуза когда была. Вот, это паренек оттуда еще остался. Ну, грибная пицца. Грибная пицца без вопросов. Без вопросов. Делаем, режем, отдаем. Блин, а если бы вот за историей давались какие-то награды типа новая начинка, вот это было бы реально просто гениально. Я был бы безумно рад. Так, ты, моя мама готовила жареную курицу с беконом и кукурузной запеканкой. Так, что ты хочешь? Положить немного курицы, бекона, кукурузы на сырную пиццу. Хорошо. Курица, бекон, кукуруза. Так, значит, курица. Хорошо, что бекон тоже нужен, лол. Я сейчас мискликнул. Курица, бекон, кукуруза. Просто тупо мискликнул немножко. Курица, бекон, кукуруза. Все, да, больше ничего не нужно. Все перепроверяю, ребят. Все переспрашиваю, потому что фиг его знает, что там будет, как. Поэтому на всякий случай лучше перестраховаться. Готово. Отдаем. Держи. Совершенство. Плюс еще видите, какие чаевы нам дают хорошие. Это из-за того, что у нас с вами бонус за обновление. Плюс 50% чаевых. Держи. Найс. И последний цаврум. Это любители мяса. По-моему, у меня тоже есть здесь в подсказочке. Так, здорово. Вы когда-нибудь ели ананасовые креветки? Это восхитительно. Спорим, что они еще вкуснее на пицце. Да, сейчас их хорошо. Только любители мяса. Это что такое? Это... Пепперони, бекон, ветчина. Блин, еще по идее сосиски. Да, вот, написано. Я на пиццу смотрю здесь. Это написано. Пепперони. Короче, 4 вида мяса. 4 вида мяса, чтобы особо не заморачиваться, я могу так сказать. Пепперони, бекон, сосиски, ветчина. Бекон, ветчина. По-моему, только один любитель мяса мне там нужен. Поэтому, в общем-то, готово. А это просят ананасовые креветки. Это я тоже помню. Поэтому берем ананас и кладем креветки. Окей. Готово. Так. Значит, это мы с вами режем, отдаем на подогревчик. Сюда. А это режем и отдаем клиенту. Блин, главное, чтобы Цаврум все-таки у меня был один заказ, а не два. Сколько там? Да, один. Все окей. Все окей. Тогда все найс. Держи. Пожалуйста. Шесть баксов чая. Это вообще супер. Могли бы вы дать мне сырную пиццу с баклажанами, сладким перцем, луком, грибами и курицей? Жесть. Вот это заказ. Так. Что она еще раз? Сырная пицца с баклажанами, сладким перцем. Давайте сначала это сделаем. Сладкий перец. Блин, баклажанов у меня немного, конечно. Ровно хватило. Сладкий перец, баклажаны, лук, грибы, курица. Лук, грибы, курица. Найс. Все. Ну, я думаю, что за такую пиццу нам чаевых дадут тоже хорошенько, потому что прям плотненькая пицца, плюс еще и баклажаны, которые сами по себе довольно дорогие из-за того, что у нас ограничено их количество, поэтому, в общем-то, найс. Отдаем. Хорошо. И доставочка. По идее, у нас тут осталось 1-2 заказа, поэтому, в общем-то, все логично. Держи. 20 долларов чая. Ну, сотку мы заработали с вами на изичах, вообще без проблем. Куриную грудку с сырной лепешкой. Так, давай. Курица, сыр на хлебе. Ладно. Курица и сыр на хлебе. Ну, это вроде бы тоже не сложно. Курица и сыр. Все. Готово. Чисто бутерброд. Чисто такой бутерброд с курочкой. С куриной грудкой. Для этих. Качков. Для качков. Можно такую взять с собой в спортзал. Думаю, что качки будут довольны. Берем пиццу. Отдаем. Спасибо. И последний заказ, который я могу выполнить сегодня, это чемпион побед. Куриный обед. Куриная пицца. Хорошо. Не вопрос. Последний заказ. Тоже курочка. Я тоже готов его выполнить. Курочка. Берем. Есть. И отдаем. Блин. Ну, на самом деле, история это, наверное, самая топовая. Естественно, я буду очень ждать, когда он завтра придет. Потому что интересно будет с ним поболтать. Узнать, что он хочет, чтобы я сделал. Для того, чтобы удивить его девушку. Ну, забавно. Забавно, конечно. Знаете, что теперь хочу сделать? Блин. Я вот хочу, на самом деле, выйти на главный экран. А, хотя даже зачем нам выходить на главный экран. Мы можем здесь это сделать. Смотрите, что мы можем сделать. Во-первых, возможно, мы сможем... Да, свежие полевые цветы мы можем купить. Давайте это с вами и сделаем. Это все-таки покруче выглядит, чем свечи эти готические. Далее. Призрака я бы деактивировал. Вместо него шарики-сердечки. Дальше. Сердечки на двери, конечно же. Трофей-полуз. О, давайте даже золотую свинку поставим. Ну, и, в общем-то, мне кажется, что все там теперь хорошо. Поехали на следующий день. Фу. Сейчас посмотрим с вами, что у нас там будет. Вроде... Да, правда, призрак остался, но в остальном нормально. Эй, это снова я. Я вернулся с отличной идеей. Раз она так сильно любит твою пиццу, я задам ей несколько вопросов, используя пиццу. Звучит хорошо. Только что видел, как она направляется сюда. Я сейчас оплачу ее пиццу. Пожалуйста, скажи ей, кто-то уже заплатил за ее пиццу. О, не вопрос. Я пока полью баклажанчики. Бесплатно. Мне кажется, это не она, ребят. Курятина с пармезаном великолепна, но моцар... Так, курица с сыром, короче, да? Я думаю, что это не ему бесплатная пицца. Блин, интересно, а если бы я его бесплатно угостил, что бы он сказал? Давайте, курица с сыром. Готово. То есть, все-таки за это я деньги возьму. Так, Кевин заплатил за пиццу для девушки, в которую он влюбился. Просто не отдай пиццу другому человеку. Блин, а он подождать там не мог рядом? И сказать мне, типа... Ой, ладно, короче. Так, и вегетарианская еще одна. Давайте сейчас по-быстрому. Вегетарианская с сыром, значит, делается. Это веганская не делается. Грибы, оливки, лук, перец. Так, этого нет. Кукуруза, ананасы, базилик. Вот и вегетарианская пицца, пожалуйста, для доставочки. А эту мы в то же время берем сюда. Блин, главное, чтобы мы не пропустили ее приход. Надеюсь, что она не по времени, так сказать, идет. Так, хорошо, берем баклажаны. Забираем себе. Гавайская пицца великолепна, но я не понимаю, почему они не кладут на нее креветок. Ребят, а как мне узнать, это его девушка или нет? Я-то не знаю, какую пиццу он... Ой, блин, я так чувствую, что это сейчас затянется. Ладно. Ну, допустим. Гавайская пицца великолепна, но я не понимаю, почему мне на нее не кладут креветок. Это гавайская. Давайте сейчас быстро проверим. По-моему, это с ветчиной, если я не ошибаюсь. Ананас и ветчина, кажется. Так, соленая, креветочная, куриная. Так, а у меня что, ее нету здесь, что ли? Алло, ананасовая ветчина. Блин. Ну, по-моему, это все-таки... Если я не ошибаюсь... Так, давайте еще раз. Гавайская пицца великолепна, почему мне не кладут на нее креветок. Давайте, давайте тогда сделаем так. Ветчина, ананасы, креветки. Точно не уверен, но вроде бы гавайская делается вот так. Вот такая мы с вами кладем на доставку. Все. Есть. Блин, на самом деле волнуюсь, что скорее... Мне почему-то кажется, что это не его девушка. Чисто по моим ощущениям, почему-то мне так кажется. На совершенство. 25 центов она мне дала чаевые. Супер. Я хочу две... Да вы что, издеваетесь-то? Как мне понять? Ладно, ребят, я кормлю сегодня всех бесплатно. Все за счет чинаски. Я хочу две пиццы с кукурузой и беконом. И хрустящий как бекон. Две пиццы с кукурузой и беконом. И хрустящий как бекон. Сюда вот. Так, кукуруза. Две пиццы с кукурузой и беконом, да? Да, беконом. И хрустящий как бекон. Ну, блин, это реально степ какой-то. Почему он не мог сказать мне, как она выглядит хотя бы? Я же вообще без понятия. Ну, просто тупо сейчас, ребят, накормлю полгорода бесплатной пиццей. А если она еще под вечер придет, я вообще офигею просто. Давайте. Все, хрустящий как бекон. О май гадабл. 75 долларов у меня только. Я так-то вообще могу в минус уйти сейчас, ребят? Это будет вообще рафляно, конечно. Ладно, держи. 85 центов чаевые. Супер. Просто кайф. Так, точно не тебе. Точно не тебе. Вонючий запах, который пахнет вонючим. Что хочешь? Анчоусы. Окей. Хорошо, хоть кто-то мне заплатил денег. Кто, спасибо большое. А то у меня сегодня прям, прям какой-то этот, щедрый праздник. С анчоусами пицца, пожалуйста. Надо обязательно доставку сегодня выполнять, конечно же. Потому что, естественно, мы за счет этого будем еще деньги получать. Потому что сегодня у меня затрат будет много. Я так чувствую. Так, пицца с анчоусами. Держи, дружище. Спасибо, что заплатил деньги. Это в последнее время редкость. Так. Вегетарианская. Есть. Держи. Давайте сразу возьмем заказ на анчоус. Ну и две со сладким перцем. В общем-то, несложное задание. Три пиццы. Я хочу, чтобы ты сделал их зернистыми. Два куска в каждой пицце. Должны быть три сырной пиццы на пшеничном тесте с кукурузными зернами. Ок. Три пиццы на пшеничном тесте и с кукурузными зернами. Хорошо, что я переспросил. Потому что я про пшеничное тесто, если честно, уже даже и забыл, что у нас есть такое. Кукурузные зернышки. Есть. Раз. Раз. Я в то же время могу сделать еще заказ второй, который у меня на доставку. У меня там тоже три пиццы. Поэтому, блин, надо сейчас попробовать поспешить. Потому что это может быть проблемно тоже. Так, давайте раз. Что там у меня? Какой заказ? Анчоусно и две со сладким перцем. Ну давайте хотя бы анчоусно одну сделаем. Две со сладким перцем сделаем попозже. Так, анчоусно. Блин, там уже доставщик так-то приехал вроде-ка. Ну не приехал, но скоро приедет. Очень важно сейчас успеть, потому что иначе это, блин, будет очень фейлово. Держи. Главное, чтобы сейчас не доставщик был. Главное, чтобы сейчас не доставщик. Все, супер. Привет, обычный заказ по... Вот его девушка! Вот его девушка! Пепперони классическая. Я помню, я помню. Только, блин, у меня сейчас сначала надо сделать доставочку. На доставочку, короче, со сладким перцем две, да? Так, раз, два. Обычная пепперони. Блин, я мог бы догадаться, на самом деле, что это она. Что-то я затупил, на самом деле, немножко. И она как раз с сердечками. Как раз то, что нужно, мне кажется. Давайте я сразу положу еще на доставку, потому что все-таки первый вопрос надо решить с этим. Так, анчоусы. Хорошо, что я сейчас анчоусы не в коробку положил. Сладкий перец. Сладкий перец. Готово. Поехали. Теперь с пепперони классическая. Фу! Ну, вроде бы все зарешалось, ребята. Разве что у нее сейчас настроение не самое лучшее. 70 уже. Падает до 69, до 68. Нормально. Моя пицца уже оплачена? Хм, интересно, кто это сделал? Пожалуйста, скажите этому человеку, что я это оценила. Найс, братан. У нас с тобой все получилось. Мы тебе поможем как следует. С помощью пиццы можно растопить сердца, как вы видите, ребят. Я так завидую тому, кто отведает этих вкусных пицц. Так, и там две макси, но я даже не знаю, стоит ли мне их сейчас принимать, ребят. Это странно просить кукурузу на пиццу. Мне просто интересно это. Да не странно, не странно. Давай сделаем тебе кукурузную пиццу. Я все жду того парня, что он придет сегодня еще или нет. Кукуруза на пицца. Найс. А что там по макси? Вот, мне тоже интересно узнать. Макси. Вот. Все до сладкого перца. Слушайте, на самом деле можно принять. Можно принять, по-хорошему говоря. Цаврум. Давайте две макси. Все до сладкого перца. Мы сейчас быстренько с вами намутим. Поехали. На скорости проходим, ребята. Потому что сейчас нам надо быстро это все сделать. Так. Давайте. Как хорошо, что есть автоукладчики. Боже мой. Я просто не представляю, как такие пиццы можно было бы делать без автоукладчика. Еще, ну, типа успевать вовремя. Блин, я случайно мискликнул. Ладно, надеюсь, что заказ еще какой-то будет. Так, давайте. Раз. Пока что не кладем. Вот это кладем сюда. Не порезали, конечно, ребят, но ничего страшного. Главное, что в принципе сделали. Это уже хорошо, так сказать. Все, положили. Кукурузку кладем сюда. И отдаем. Держи. Найс. Чемпион побед. Куриный обед. О, у меня как раз таки уже для тебя корж лежит. Чемпион побед. Куриный обед. Это значит курочка. Идет сюда. Отлично. В принципе, мы даже сегодня смогли заработать, ребят. Ну, немного, конечно. По-моему, у нас было 100 баксов. Теперь стало 114. Не, ну, по идее мы что-то заработали все-таки. Несмотря на то, что мы нескольких людей накормили бесплатно. Блин, я бы мог догадаться, на самом деле, что это его девушка. Но почему-то я решил перестраховаться. Ну, и в принципе не страшно. Я на самом деле не считаю, что это что-то плохое. Так, держи две, Макси, для тебя. 51 доллар, друзья. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Моя мама готовила жареную курицу с беконом и кукурузной запеканкой. Так, давайте переспросим. Положить немного курицы, бекона и кукурузы на сырную пиццу. Курица, бекон, кукуруза. Не вопрос. Курица, бекон, кукуруза. В принципе, ребят, что я могу сказать, прежде чем сейчас уже день будет заканчиваться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Только от вас зависит, узнаем ли мы конец этой истории, что же произойдет с их парой. Может быть, от нас зависит, будут они встречаться или же нет. И, в принципе, будет интересно на это понаблюдать. Ну, а на сегодня, пожалуй, что все. Если вам понравилось, опять же, вы знаете, что делать. А с вами же бы... Ух, нифига, у нас тут 20, 15, 30. Нормально мы потратили денег. Ну, конечно, да, очень мощно у нас с вами доход всего-то в 60 долларов составил. Ну да ладно, главное, что мы помогли чуваку. Продолжение истории ждите в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья. С вами был Чинацкий. Пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.